Когда-то давным-давно, когда нам с друзьями было лет по 12, мы ходили в кружок юнатов и еще не знали такого слова, как фейк. Так вот, мы запустили, ну, как бы это называть, запустили фантазию такую, что вдруг нам невидимыми путями попало растение с Марса, да, с самого настоящего Марса. И мы показывали всем вот это вот марсианское растение, что сейчас я показываю и вам. Это фитония, обычная фитония. Смотрите, ведь правда похожа на марсианское, и, кстати, нам многие верили, и даже некоторые учителя. На самом деле фитония приехала к нам с теплых перуанских болот. Вот, растение красивое, но, безусловно, капризное, требует тепла, не любит сквозняков. Ну и, конечно, влажность, влажность и еще раз влажность. Вот ее как раз в обычной городской квартире не хватает. Кстати, фитонии активно продаются в цветочных магазинах, на ярмарках, в садовых центрах. А вот это я снимал в небольшом питомничке. Посмотрите, какое разнообразие форм и расцветок. Просто фантастика. Ну, а не хотите покупать фитонию, достаточно легко размножить. Можно черенками, можно делением куста. В принципе, это не представляет особого труда. Кстати, если вы решили все-таки завести фитонию, лучше всего ее поместить куда-нибудь в аквариум. Почему именно в аквариуме? Дело в том, что вы в аквариум поставили горшочек, спрыскиваем иногда водой, и там повышенная влажность практически всегда. То есть, такую влажность в комнате мы, к сожалению, создать не сможем. Особенно зимой, когда работают батареи. Попробуйте, друзья, замахнитесь на фитонию. Она действительно с Марса.